Правильно ли молиться за мир? Нужно ли молиться за мир? Или не нужно об этом молиться и нужно молиться о чем-то еще? Почему хочу коротко осветить тему этого вопроса? Потому что буквально вчера случилось целых три прецедента у меня в одном дне, когда я увидел, что некоторые люди или даже группы христиан, они говорят, что за мир молиться не надо. То есть Бог достигает свои планы через войну, идут божьи суды и вот в таком все духе. То есть что молиться нужно прежде всего за покаяние, за то, чтобы мы осознали все, что нужно осознать, и тогда мир этот придет. И в этом безусловно есть часть истины, даже большая часть истины в том, что прежде всего, конечно, нужно молиться за покаяние людей, за то, чтобы наши страны очистились от грехов и так далее. Но, друзья, очень важно понимать, что это не противоречит тому, чтобы молиться за мир. И что молитва за мир это очень правильная молитва, очень важная молитва и очень нужная молитва. И нельзя говорить, вот что нельзя говорить, так это то, что неправильно молиться за мир, не нужно молиться за мир и так далее. христианская жизнь многогранна и есть разные части поэтому да мы молимся за покаяние там да мы молимся за пробуждение и да мы молимся за мир потому что война никогда не было благословением война это не благословение от господа война это большое проклятие и как бы не называли наши драгоценные братья и сестры как бы это не было на самом деле чем бы не являлась судами ли божьими или просто проклятием земли за грехи и так далее это не значит что нужно просто теперь не молиться за мир богу не нравится война бог хочет мира сто процентов и прочитаю вам буквально два местописания и потом еще один пример приведу очень наглядный и ремия 29 7 и заботись о благосостоянии города в который я переселил вас и молитесь за него господу ибо при благосостоянии его и вам будет мир мы видим что мир это точно воля божия из этого местописания в том числе дальше 1 тимофею всем известная вторая глава с первые стихи до с 1 по 3 и так прежде всего прошу вас совершать молитвы прошения моления благодарения за всех человеков за царей и за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии чистоте ибо это хорошо и угодно спасителю нашему богу что хорошо и угодно спасителю нашему богу чтобы мы проводили жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте то есть жизнь без войны друзья и если уже эти кому-то мы имеем претензии то хорошо чтобы мы имели претензии прежде всего к себе тогда уж самим потому что написано здесь молитесь за царей молитесь за начальствующих и если мы в свое время плохо молились образно говоря за царей за начальствующих и теперь видим войну и мы еще и отказываемся молиться за мир потому что пришли суды божьи на землю потому что земля греховная вот побойтесь бога пожалуйста потому что как бы на нас с вами не пришли суды вот в этом отношении потому что прежде всего за войну отвечает церковь за мир или за войну нашими молитвами совершается большинство в этом мире того что происходит поэтому если у вас есть кому-то претензия пускай она не будет к людям которые просто не знают господа и умирают сегодня на войне или к правителям политикам и так далее пусть эта претензия вот адресно обратиться господь я молился за правительство за начальство за власти чтобы проводить жизнь тихую безмятежную нет что вообще в моем сердце поэтому не судите да не судим и будете ну и опять же наглядный пример хотел вам показать вот когда человек заболевает молимся ли мы за его исцеление молимся да то что он заболел может быть последствия какого-то греха что скорее всего но мы же не говорим что давайте мы не будем молиться за исцеление давайте мы будем молиться за совершенную волю божью чтобы этот человек там покаялся чтобы он примирился с богом и уж потом за исцеление и опять же дай аминь мы будем молиться за то чтобы человек покаялся за то чтобы все произошло в его жизни. Но это не значит, что мы не будем молиться за исцеление. И если земля заболела сегодня, если земля России, Украины, там, других еще стран, возможно, но прежде всего сейчас я говорю о наших странах, заболела, если наши народы заболели войной, это значит, что нужно молиться за исцеление, в том числе молиться за мир. За мир нужно молиться, за мир важно молиться. И когда мы молимся за мир, вот увидьте вот эту картину. Когда мы молимся с вами за мир, Господь устраивает все остальное. Господь устраивает покаяние людей, Господь устраивает перемещения там в правительстве, возможно, какие-то. Господь все устраивает так, как должно. И приходит его совершенная воля. Его совершенная воля точно в том, чтобы был мир в этом отношении, в этой сфере. Да, и его совершенная воля абсолютно точно в том, чтобы люди покаялись и пришли ко Христу. И это намного важнее, чем мир. Дай аминь. Но мир тоже в сердце Господа. Поэтому не надо, знаете, разграничивать вот эти моменты. Не надо отделять друг от друга вот эти вещи. И не надо говорить, что за мир не надо молиться. Это абсурд, друзья. Это просто демоническая ложь. Господь хочет, чтобы пришел мир. Господь хочет, чтобы пришел мир. Это точно в его сердце. Отец, спасибо тебе за то, что твоя любовь так велика, твоя милость и благодать так велика. И ты не хочешь войны. Боже, пускай придет мир. Пускай придет мир на землю России и Украины. Пускай успокоятся наши земли, успокоятся наши народы в тебе. И пусть все уроки, которые принесла эта война, они будут извлечены, Господь, как церковью, так и людьми в этом мире. Во имя Иисуса Христа. И благослови церковь, Твою, Отец. Благослови каждого из нас. Не ожесточай свое сердце тогда, когда люди гибнут, когда происходит такой ужасный беспредел. Не дай нам закрывать сердец своих и не дай нам судить, вставать на сторону судей. Во имя Иисуса Христа. Благослови наши земли миром, Господь. И благослови наши сердца. Во имя Иисуса. Аминь. Благодати, друзья, и благословений. Молимся за мир. И придет мир.